Господи, мы так благодарны Тебе за это время у трона Твоего, Господи, и в троне Твоем, Иисус Христос, куда Ты приглашаешь нас дерзновенным образом. Мы благодарны Тебе за свидетельство, которое мы слышали, ободрение, Господи, за молитву каждого, Иисус, благодарны Тебе и за Ладу, Иисус, за Инну, за Свету, Господи, за Наталью Ирину Анатольевну, Господи, Виолетту Викторовну, Иисус, всех наших драгоценных братьев и сестер, которые не присутствуют сегодня, но, конечно же, мы присутствуем вместе с ними, Господи, Духом Святым, Иисус, молясь за них. Благослови, молимся еще раз, паса Владислава, Иисус, благослови, а также молимся за Людмилу, Господи, особенным образом. Благослови, Алексея, укрепи его, Господи, Светлану, благослови, исцели Альвину, Господи, Сергея, Иисус, ты силен и верен, Иисус, слава Тебе. Благослови сейчас также это очередное занятие, Иисус, благодарим Тебя за библейский колледж, благослови преподнесение в этот поздний час, Иисус, но сердца наши оживлены Тобою, Господи, слава Тебе. Благодарим Тебя за этот духовный пир, оживление Твоим Словом, Господи, благодати и милости, истинной, Господи, слава Тебе, во имя Твое, молимся и просим, аминь. Аминь. Ну, мы поздно начали, постараемся вовремя закончить, но извините, если мы немножко не вовремя закончим. Итак, мы приступили к вам, с вами к последней главе, которая называется «Сила любви», и я взял за предпосылку этот удивительный стих, 1 Коринфянам 1 главы 18 стиха. «Ибо Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Слово о Кресте, о Кресте, вознесенном на Кресте. В этом удивительная сила любви, явленная на Кресте, где Иисус Христос был распят за нас. Мы начнем эту главу сегодня, разберем 4 или 3 параграфа, и я думаю, на следующем занятии. Следующее занятие у нас будет последним. Последним. И таким образом, всего мы прошли с вами, пройдем, я думаю, 9 занятий. Слава Богу, удивительные принципы духовные для применения каждого, не только, которые состоят в браке, но и для тех, которые выбрали благодать следовать за Иисусом Христом, будучи не в браке. Итак, сила любви. И давайте начнем со вступительной части. Экклезиаста, 4 глава, с 9 по 12 стихи. «Двое лучше, нежели одному, ибо другой поднимает товарища своего, то есть один может поднять другого в момент, так сказать, ну, назовем этот момент трудностей, или падения, или утомления, и так далее. И здесь хочется обязательным образом привести не только естественный брак, но и, конечно же, двое. Это значит, что мы воссоединились, во-первых, с Господом Иисусом Христом, Духом Святым, что Дух Святой стал жить в нас, и мы стали храмом Духа Святого. И, во-первых, Иисус в Духе Святом, это Он подкрепляет нас, это Он оживляет нас, спасает нас от утомления, от естественной тяжелой ситуации, можем так сказать. И затем уже наполненные и супруг, и супруга, они поднимают друг друга не естественным образом, а поднимают, конечно же, словом благодати, которое способно поднять человека. То есть, ничто другое, а естественные слова, они не имеют способности поднять. Они могут быть хороши для начала, естественная забота. Итог, безусловно, это выполняется в исполненности Духом Святым. Но слова, прежде всего, слова о Христе поднимают нас. И также это можно приложить, что двое, это, безусловно, верующий и Церковь. Двое, это верующий и Христос в Церкви. Двое, это значит многочисленное количество людей в Церкви. Двое, это братья и сестры во Христе. Вот почему так здорово, что у нас сейчас есть зум. Как Ирина Анатольевна посчитала, сколько у нас служений. 11 служений. И сейчас есть способность не пропускать ни одно. Каждое утро, я вижу, мы видим друг друга. И Ирина Анатольевна, и Виолетта Викторовна, Света, Лада, Инна, Тимур служат нас и благословляют удивительным своим пением. Это благодать. Далее. Нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это, опять же, говорится в контексте мужа и жены. Но не зря же здесь не написали вдвое, а втрое. Это, конечно же, Иисус Христос между супругом и супругой. Все три единства. То есть, есть личности, люди, а втрое, это означает Христос. Только его нитка не порвется. Есть удивительная песня у Александра Барсукова про нитку. Если вы ее послушаете, я думаю, она вас очень сильно благословит как раз по этой теме. То есть, я размышлял, изучая этот материал, и обратил на это внимание. Почему? Ведь стих-то касается как раз-таки темы взаимоотношений супруги, мужа и жены. Но здесь именно описано втрое. И, безусловно, это свидетельствует о Иисусе Христе между людьми. Итак, далее, следующая тема. Необходимость установления власти в браке сразу же после вторжения сатаны в Эдем. То есть, как бытие, давайте прочитаем, 3.16b. Бытие 3.16b. Итак. Или 3.15. Ну, давайте все стихи прочитаем с 14. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это проклят, ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Это касаемо змея. И вражду положу между тобою и между женой и между семьей твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятом. Жене сказал, умножая, умножу сколько твоей беременности, твоей болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему в лечение твое. И он будет господствовать над тобой. Итак, вот оно, вот где началось именно установленный, установленный Богом порядок власти между мужем и женой. Он стал руководством, давайте для нее, то есть руководством, которое несет в себе благодать защиты. Власть мужа над женой была установлена с целью именно защиты. Не власть естественная, а власть благодати, чтобы дать защищенность тем учетом, с каким дизайном они были сотворены. Как отдельно Ева и как отдельно Адам. И для Адама, и для Евы взаимоотношения были удивительными. Они были благодатью для Адама, благодать покрытия, для Евы благодать отклика. И мы с вами говорили несколько раз, что у них не было другой информации в совершенном мире, безгрешном мире. И они наслаждались этой благодатью. И никто не спорил друг с другом. Никто не спорил с Богом. И они между собой не спорили. Оба находили наслаждение в этом. Адам находил наслаждение в покрытии, конечно же, силой у Бога. А Ева наслаждалась откликом. А после внедрения сатаны и после грехопадения, власть мужа над женой была тоже благодатью. Но уже благодатью защиты. И это был установленный порядок Богом, что он будет руководителем. Но это также благодать защищенности. Итак, чтобы быть защищенным от сатаны и Евсянам 5.22, это благодать, когда жены подчиняются мужьям. И здесь мы видим, опять же, очень важный момент. Мы рассматриваем с вами верующую семью. Для мужа важность насыщения Словом Божьим. Иначе как он будет руководить? Руководство, прежде всего, подразумевает личное наполнение Словом Божьим и поклонение в Духе Святом во Христе. И затем забота в преподнесении Слова Божьего, прежде всего. И затем на основе этого Слова вести руководство. И тогда мы видим удивительную духовную заботу. Евсянам 6.1, благословение, когда дети послушаются родителям. И ту же самую параллель мы можем здесь привнести. Что можно сказать в отношении жен или мужей, которые живут с неверующими? Допустим, оба женились когда-то, и один уверовал, а одна сторона уверовала, другая нет. И тогда есть благодать церкви, когда мы приходим в церкви и оттуда насыщаемся. И Бог дает благодать покрывать все, служить все. И у нас этому была уделена целая глава. По-моему, второе или третье занятие. Далее. Пренебрежение данным Богом-руководством. Это была все вступительная часть. Сейчас первый параграф. Пренебрежение данным Богом-руководством. Итак, семья может пожинать последствия, когда супруг отказывается от ответственности покрытия и руководства мудростью, словом Божьим, Библия. Мы видим с вами несколько примеров, которые привел пастор Стивенс в этом материале. Первое. Царство 3.11.14. Или не был сильной фигурой, это я просто цитирую, или не был сильной фигурой отца в доме. Он не обучал своих сыновей, и как результат Богу пришлось осудить весь дом. Елемелех покинул предназначенное Богом место, взяв всю семью с собой из-за голода в родной земле. Впоследствии, как вы помните, его сыновья женились на женщинах или дамах той земли. И пастор Стивенс привел этот пример как женитьба на неверующих. В итоге все трое мужей умерли. Жена Елемелеха тяжело пострадала из-за его решения. И хотя она вернулась в Иудею, но как пастор Стивенс освящает это, но находилась в состоянии эмоционального разорения и пустоты. Книга Руф, 1 глава, 21 стих. Но затем какое ободрение благодати и восстановления она пережила через картину жизни Руфи, что не только она здесь является язычницей. И какое удивительное благословение она увидела через то, что Бог благословляет и ее, и Руфи, которая сказала, не оставлю тебя. Куда ты, туда и я. И твой Бог будет моим Богом. Итак, далее, следующая тема. Личные грехи приводят к последствиям. И здесь пастор Стивенс приводит отрывок из Иисуса Навина, 7 главы, 1 стиха. Вы помните, там непослушание одного из людей, который сокрыл. И это стало проклятием для него. Он сокрыл там и серебро, и другие вещи. Он взял из заклятого. И таким образом мы видим с вами последствия, когда идет непослушание слов. Это духовное приложение, которое, несомненно, включает восстановление в Духе Святом. Сейчас во Христе, в Его Весте. И с другой стороны, Бог благословляет, когда мужчина принимает эту благодать руководства и мудро использует свое положение лидерства. Он благословляет всю семью, если муж ведет руководством и мудростью Писания. И мы видим с вами некоторые примеры. Давайте рассмотрим мы те примеры, которые приводит пастор Стивенс в материале. Итак, Бог наградил послушание Авраама призыву бытия, извините, 12 глава с 1 по 3 стих. Какие там были удивительные эти примеры. Пастор Стивенс привел Сару, что неплодная женщина стала матерью обетованного сына. Бытие, 18 глава, 10 стих и 21 глава с 1 по 7. Изучаем материал и прочитал эти места. И снова был благословлен разговором Бога с Авраамом. Затем разговором Бога с Сарой, как она, вы помните, посмеялась. Ну, действительно, 90 лет. И обыкновенное у нее прошло. И как тут не рассмеешься. И Бог тут же говорит, разве есть что невозможное для Бога. И если взять это в контексте взаимоотношений семьи, то мы никогда не отчаиваемся в отношении наших неспасенных родственников, возможно, в отношении нашего неспасенного супруга или супруги. Есть ли что невозможное, что родственники мои, наши супруг или супруга неспасенные, не родятся свыше. Как у Сары родился обетованный сын. И это, конечно же, одна из картин приложения, что если нам это невозможно, то Богу возможно, чтобы наши родственники спаслись. И мы продолжаем в молитве, в труде Господа через нас. Далее. Бог наградил послушание Давида, когда он покаялся и восстановился в духовном пути. В этой картине мы видим с вами восстановление Давида. Давида, покаяние было это изменение ума, он раскаялся за свой грех и был восстановлен в духовном пути. Это показывает нам, что послушание имеет восстановительный характер. Восстановление, прежде всего, во взаимоотношении вместе с Богом, которое, несомненно, повлияет восстановление взаимоотношения внутри семьи. Хотя может такое случиться, когда одна сторона послушается, другая нет, и нет этой связи. Но мы продолжаем в уповании на Господа Иисуса Христа. Итак, мы видим здесь с вами картину явления благодати Давиду. Бог благословил брак, который однажды проклял и сделал Соломона, сына Давида и Аверсавии, величайшим и мудрым царем. Итак, мы видим с вами удивительную благодать в Ветхом Завете. Он проклял эту семью, казалось бы. Но затем, благодаря послушанию Давида, он благословляет Соломона, сына и Аверсавии, и Давида, таким образом, что он не только становится физическим удивительным царем, наимудрейшим, как описывается в Писании, но также он становится удивительным проводником, если можно так назвать. Через его семя родится сам Мессия Иисус Христос, Господь, Бог во плоти. Далее, отхождение Соломона мы рассмотрим немного позже, вернее, уход Соломона. Итак, 1 Тимофея, 3 глава, 5 стих. «Призванный к позиции лидера церкви вначале должен проявить способность быть лидером в своем доме». 1 Тимофея, 3, 5. «Ибо никто не умеет управлять собственным домом, а, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей». Какая это забота? Мы с вами видим, что, во-первых, по Писанию каждый человек имеет свободную волю. Откликаться на Евангелие, откликаться на практическое Слово Божье в практической жизни или не откликаться. Но руководитель семьи, муж, он ответственен не за естественную заботу, а за духовную заботу в преподнесении духовной пищи Слова Божьего. То есть он заботится о том, чтобы прежде всего заботиться о своей сущности, отождествляться Словом Благодати на каждый день. Иначе как он будет дарить благодать и жене, и своим детям? Восстанавливаться благодатью, как делал это апостол Павел. Римлянам 7 глава 24 стиха по Римлянам 8 главу 1 стих. Мы видим такого зрелого верующего, мужа Божьего, который притыкается об отклонении водами, мы можем сказать. Когда он пытался совершить хорошие дела водами. То есть забота через Слово Божье, чтобы отождествляться благодатью. И также, когда он руководитель семьи, муж, отец, после того, когда он под обеспечением Бога наполняется Словом Божьим, отождествляется, исполняется Духом Святым, исполняется Писанием, Тогда Бог через него способен позаботиться преподнесением Слова благодати и истины, назидания и наполнениям. И так, а это я немножко дальше. Ну давайте скажем здесь же. А есть другая забота, есть естественная забота. То есть забота, если мы приведем с вами в пример Марфу и Марию, то там мы видим и естественную заботу, и духовную заботу Иисуса Христа. То есть мир наполнен этим содержанием естественной свободы. А неверующие семьи наполнены содержанием естественной заботы. Но им, и Бог желает вселиться в их семьи. Но если верующий человек заботится только о естественном и таким образом оправдывает себя, то это может привести к последствиям. Первостепенно это забота о сверхъестественном, о преподнесении Слова благодати. Когда супруг заботится о наполнении Слова благодати как жены, так и своих детей. И часть этой заботы, безусловно, включает доступность позволить доступно посещать всей семье церкви, чтобы они находились в церкви. Итак, то, что я сказал сейчас, я записал здесь. Пастер Стивенс в своих консультациях отметил, что он увидел этот дисбаланс. Что успешные люди в своей карьере, в своих естественных делах вполне могут пренебрегать важным временем вкладывания. Как в жену, так и в детей. И оправдывать таким образом себя. Я же делаю для вас это, это. И вы сами можете заботиться о других вещах. У мужа и у супруга есть этот ответственный призыв. Наполнение благодатью. Сейчас есть зум. При таком скоротечном времени мы можем и это использовать. К чему я это говорю? Что мы, как верующие, для тех, которые не состоят в браке, эта забота, конечно же, осуществляется Христом в церкви. И нашим откликом доступности откликаться на Слово Божье. И пастор Стивенс это называет беззаботность и духовная лень. Это величайший фактор, способствующий разрушению, взаимоотношениям и ведущий к последствиям внутри семьи. Когда муж может заботиться только о внешнем. И это картина Марфы. Но Господь призывает и снова и снова будет приглажать к значимому вкладыванию. Это вкладывание Слова Божьего. Как мы видим в картине Иисуса Христа, как Он вкладывает в Марию. Ну, это мы уже с вами сказали. Не будем повторяться. Хорошо. Следующий параграф. Подчинение, плод, послушание. Я немного еще отниму у вас время. Мы поздно начали. Но ничего. Я надеюсь, это будет назиданием и ободрением. Итак, подчинение, плод, послушание. Плод или секрет власти есть послушание. Иисус, мы видим его примеры. Иисус сам является удивительным примером послушания Отцу. Для многих это притыкание. Как это же? Он же тоже Господь. И Отец Господь, и Дух Святой, это триединство. Это суть в театрическом союзе, которая говорит о том, что Иисус Христос был на 100% Бог и на 100% человек, когда Он ходил по этой земле. Как человек, как человек, Он должен был послушаться Отцу. И мы видим, что Он послушался в вечном плане Отца через сына Иоанна, 3 глава, 16. И также Иоанна, 14 глава, 10 стих, Он послушался в практических деталях, когда, и в слову также, когда Он находился здесь на земле. Все Его действие исходило от Отца. Далее. Слова и дела Христа обладали силой, потому что у Него был союз с Отцом. И как следствие этого союза с Отцом, Он послушался главному плану Иоанна 3, 16 и Иоанна 14, 10. Ну, это я уже повторяюсь. У Него была сила лечить. Матфея 4, 24. Он исцелил множество людей. И исцеление это, прежде всего, были для того, чтобы явить, что Он является Мессией, Богом воплоти, пришедшим, чтобы совершить самое главное, духовное исцеление, воссоединение человечества с Богом, спасение человечества. Матфея 4, 24. Помните также Иоанн Креститель, когда начал сомневаться, он сказал ему, глухие начинают слышать, слепые начинают видеть. И этим он сообщает ему, что не сомневайся во мне, я есть тот, кем я себя называю. У Него есть власть, у Иисуса Христа избавлять, Марка 9, 25 стих, исцеление бесноватого. Далее, прощать, Евангелие от Луки, 5 глава 20 стих, помните, как Расслабленного внесли через кровлю, это Евангелие от Луки 5, 20. И он тогда исцеление выразил следующими словами, это было целью в том, что прощаются тебе грехи, вставай. И этим он также обозначает, кто он есть. Он есть Господь Бог. Потому что книжники и фарисеи начали тут же роптать. Да кто он такой? Какую он имеет власть прощать? А он и есть Господь Бог. Господь Бог. Далее, просвещать, Евангелие от Луки, 24 глава, с 31 по 32 стих. Пример просвещения учеников назиданием, путем назидания Слова Божьего. Удивительно, как их сердца зажглись и они оживились именно назиданием Иисуса Христа о себе. Галатам 6 глава, 1 стих. Восстановление. И главную часть восстановления, конечно же, также занимает просвещение. А именно назидание Иисусом Христом через Слово Божье. Далее, наполнение Духом Святым. Духом Святым. И здесь, опять же, важно выделить наполнение Духом Святым супруга, мужа, который ходит с Богом, будет способен выражать или позволять Иисусу Христу сострадать. Это уже не Он, но Иисус Христос в Нем. Вот почему у нас есть дерзновение к трону благодати. Когда мы правильно освящены доктринами, когда мы понимаем, что это уже не дела рук человека, но это проявление Иисуса Христа через верующего, когда Он исполнен Духом Святым и Его мысли. Это еще одно из приложений театрического действия, как мы говорили с вами на прошлом занятии. Появляется способность от Христа прощать, что очень важно в ячейке семьи, между мужем и женой, когда им необходимо это на каждый день. Поскольку они сталкиваются друг с другом не только, когда они в Духе, но также, когда и в оплоте. И это тоже на каждый день. Иногда жена может говорить, ну сколько, доколе ты будешь это повторять и повторять. Иногда муж может ругать жену, ну сколько раз я тебе это говорил. И нужно сразу же не на человека смотреть, а нужно смотреть и на Иисуса Христа. Практически как мы это делаем, мы воспринимаем и Слово Божье на каждый день. И тогда весь наш взгляд забирает Иисус Христос. И Он способен в нас и прощать, и дарить благодать. Сила просвещения лежит, конечно же, для мужа в том, что он сам в первую очередь отождествляется со Словом. Это означает, что он первый, кто приходит к Слову, позволяет Богу наполнить его через церковь, через чтение Библии. И затем он послушается этому призыву, откликом на то, чтобы также вкладывать в свою семью. Далее, следующий момент. И после этого, как результат, у него будет способность от Христа восстанавливать и себя, как мы с вами сказали, и семью, и окружающих также. И здесь мы приводили как церковь, так и мир этот, к чему призвал нас Господь. То есть, Он не призвал нас уже к миру, Он вывел нас из мира, но Он призвал нас нести Евангелие этому миру. Далее, 21.11 уже. Хорошо, я вижу, что вы начали отключаться. Давайте помолимся. Хорошо. В следующий раз начнем вовремя. Господи, благодарны Тебе за это время, Иисус. Благослови оставшееся время, Господи. Слава Тебе, Христос. Слава Тебе, Иисус. Превозносим Тебя. Благодарим Тебя, Господи. Благослови остаток этого времени. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. Аминь.